Меня зовут Рик Реннер. Я нахожусь в самом сердце древнего Ефеса. Тысячи лет этот город был очень оживленным местом. Во времена написания Нового Завета здесь было около 250 тысяч жителей. Ефес был очень крупным, процветающим городом, с большой христианской общиной, которую мы называем Ефесской Церковью. Она активно занималась миссионерской деятельностью по всей Асии. Насаждались новые церкви в Смирне, Пергаме, Феотире, Сардисе, Ладике и в других городах региона. Все они появились благодаря Ефесянам. Церковь в Ефесе занимала выгодное, стратегическое положение и эффективно им пользовалась. Но в 4 и 5 стихах 2 главы книги Откровения мы читаем, что Ефесяне начали терять свою первую любовь. Много лет они с верностью несли свое служение. Однако со временем их былое воодушевление стало сходить на нет. А как это исправить? Иисус обращается к ним и говорит, «Покайтесь». Покаяние – очень важное слово. Мы совершаем покаяние, когда начинаем следовать за Христом, и на протяжении всей христианской жизни мы совершаем покаяние, чтобы избавляться от ненужных привычек или убеждений. Мы должны знать, что Библия говорит о покаянии, что это такое, чем оно является и чем не является, и как его совершать. Многие неверно понимают значение слова «покаяние». На самом деле это одно из наиболее важных слов Нового Завета, в особенности для нас, для вас и для меня, потому что мы любим Иисуса, и нам нужно знать, что означает совершить покаяние. Христос сказал церкви в Ефесе покаяться, и она последовала его повелению, и благодаря этому решению, ефесяне вновь обрели радость первой любви и снова начали пламенеть. И сегодня я поговорю с вами об этом, о покаянии. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я ждал встречи с вами. Сегодня мы снова обратимся ко второй главе книги Откровения и разберем послание Иисуса Ефесской Церкви. Это была прекрасная церковь. Во вступительной части я упомянул, что ефесяне эффективно использовали свое стратегическое положение. Благодаря этому по всей Асии стали появляться новые церкви. Христос обратился к ефесянам со словами, которые до сих пор сохранили свою актуальность. Об этом мы и поговорим сегодня. Но сначала хочу напомнить вам о серии аудиопрограмм «Послание Иисуса Ефесской Церкви». Она основана на этих программах и сопровождается замечательным пособием, где вы найдете все рассмотренные нами греческие термины, определения, комментарии, тезисы, принципы. Прекрасное учебное пособие, которое отлично дополняет это послание. Оно будет полезным для вас лично. Его можно изучать с друзьями, в домашней группе. Рекомендую скачать бесплатно сегодня. Мы также предлагаем вам скачать ознакомительную версию книги «Свет во тьме». Семь посланий семи церквям. На обложке приведены слова директора Пергамского музея, одна из наиболее профессионально написанных в мире книг на эту тему. Для меня большая честь получить такой отзыв. Это действительно прекрасная и полезная книга. Текст сопровождается полноцветными иллюстрациями, фотографиями. Есть схемы, которые помогут вам совершить путешествия в новозаветные времена. За много лет служения я понял, что то, что нравится читателям в данном учении, это возможность перенестись в атмосферу времен Нового Завета. Эта книга выполняет эту функцию, поэтому я ее написал. Когда вы узнаете исторический фон новозаветного повествования, вы начнете лучше понимать отдельные слова библейского текста. Если вам известно, с чем сталкивались верующие первого столетия, какие трудности они преодолевали, почему Павел говорил именно так, а не иначе, то вы лучше поймете слова Священного Писания. Эта книга вам поможет. Она поведет вас по дорогам Древнего Мира, и вы почувствуете, каково было жить во времена ранней христианской церкви. Эта книга обогатит вас знаниями о Новом Завете. Сегодня я буду читать выдержки из этой книги. Но прежде мы обратимся к Библии. Все наши программы цикла. Мы начинаем с 10 стиха 1 главы Откровения. Апостол Павел находился на острове Патмос. В 10 стихе он рассказывает о том, как получил Откровение. «Я был в Духе, в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Мы уже узнали, что выражение «Я был» по-гречески «гиномай», описывает переход из одного измерения в другое. Иоанн рассказывает о том, как он перешел из физического мира в духовное измерение. В его словах присутствует оттенок удивления. «Я не знаю, как это произошло. Мне не под силу воспроизвести это переживание каким-то непостижимым образом. Я очутился в ином измерении». И это иное измерение Иоанн называет «быть в Духе». В некоторых переводах слово «дух» пишут с большой буквы. В греческом тексте слово «дух» начинается со строчной буквы. Поэтому лучше этот отрывок перевести так. «Я с удивлением обнаружил, что оказался в духовном мире или в духовном измерении». Перейдя в новое измерение, он пишет дальше. «Я услышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первые и последние». В следующем стихе говорится, «То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквям, находящимся в Асии». Далее Иисус приводит перечень городов, которая начинается с Ефеса. Далее следуют Смирна, Пергам, Пиотира, Сардис, Филадельфия и Ладикея. Как мы знаем, Ефес занимал стратегическое положение в римской провинции Малой Асии, политическом, образовательном и духовном смысле. Из этого города дороги расходились по всей Асии. Поэтому все, что происходило в Ефесе, так или иначе, становилось известным в провинции. Если кто-то добивался успеха в Ефесе, для него открывались двери в любые уголки региона. Таким образом, этот город служил своего рода вратами Малой Асии. Любое начинание должно было пройти проверку в Ефесе. Если вы добивались успеха в Ефесе, то вам был гарантирован дальнейший успех. В духовном плане, Ефес также занимал перспективное положение. Именно там Дух Святой побудил апостола Павла начать свое служение. Ведь если Евангелие утвердится в Ефесе, то для него откроются все остальные двери. Так и произошло. Сначала возникла Ефесская церковь, потом церковь Смирни, после этого была основана община в Пергаме, затем в Феатире, в Сардисе, в Филадельфии, в Ладике, образовав своеобразное кольцо церквей, начало которым положили ефесяне. С другой стороны, здесь также было раздолье для духовных авантюристов, самозванцев, которые приезжали в Ефес с целью распространить свое учение, прекрасно понимая, что если они завоюют популярность среди верующих Ефеса, они смогут проникнуть во все населенные пункты Ассии. Поэтому Ефесской церкви, наиболее заметной, влиятельной, прогрессивной христианской общине регионах, нередко приходилось испытывать нашествие чудаков всех мастей. Эти мошенники пробовали внедрить свое учение здесь, зная, что успех в Ефесе распахнет новые горизонты для их служения в регионе. Часто на пороге церкви появлялись носители странных новых откровений. Некоторые самозванцы даже объявляли себя апостолами, но вскоре вскрывалась правда. Итак, обратимся к первому стиху второй главы книги Откровения, где Иисус говорит, «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Я буду обращаться к своим заметкам, сегодня нам предстоит усвоить очень много информации. В втором стихе Иисус продолжает, «Я знаю дела твои». Глагол «узнать» по-гречески «ойда» означает «видеть», «созерцать», «воспринимать», «постигать», «рассматривать» с восхищением, а также пристальный, испытывающий взгляд, когда ты рассматриваешь что-то с целью изучения, рассматриваешь целиком и полностью, переживаешь, испытываешь, знаешь что-то благодаря личному наблюдению. Все это очень важно, потому что Иисус хочет сказать Ефесянам о том, что он узнал сам лично. Не кто-то ему в молитве сообщил, не ангел доложил. Из первого стиха мы знаем, Иисус лично присутствует в церкви. Иисус ходит посреди церкви. Слово «ойда» говорит о том, что Иисус все видит в церкви своими глазами. Иисус вот-вот опишет непростое положение вещей в Ефесской церкви. Он тщательно изучал ее, пристально наблюдал за ее делами, радовался ее победам, но сейчас он говорит им тревожную весть. Иисус, ойда, он говорит, «Я знаю благодаря личному наблюдению, я знаю дела твои». Слово «дела», по-гречески «эрга», описывает полный спектр всех видов деятельности человека. Кроме того, оно означает дела, поступки, действия. Оно часто описывает труд человека, или то, что было выполнено благодаря усилиям, а также сферу деятельности, карьеру, работу, труд, профессию, результат усердного труда, напряженной работы. Палитра значения этого слова охватывает действия, убеждения, поведенческую модель, буквально все, что касается. Другими словами, Иисус говорит, «Я расскажу вам, что я знаю. Об этом я знаю благодаря личному наблюдению. Мне известны все ваши эрго, все ваши дела, действия, я знаю о вас все, абсолютно все. Я ходил посреди вас. И собственными глазами видел все, что происходит». То же самое Иисус может сказать мне и вам. Он знает все о вашей церкви. Иисус любит нас. Он любит церковь. И он находится внутри церкви, наблюдая за тем, что в ней происходит. И что Иисус знал о эфесянах? Он сказал, «Я знаю дела твои, и труд твой». Слово «труд» по-гречески «копос», описывает самый тяжелый, наиболее изнурительный вид труда, тяжкий труд, усталость. Также оно использовалось для описания человека, который отдает все ради выполнения проекта или задачи. Какой комплимент? Иисус сказал, «Я знаю». Когда вы беретесь за что-то, вы готовы отдать все, чтобы выполнить задачу. Словом «копос», «труд», описывали дела того, кто в поте лица работает до полного изнеможения, кто стремится каждой частичкой своей души достичь цели. Было бы очень приятно услышать подобную оценку нашего служения из уст Иисуса. Вы трудолюбивая церковь. Взявшись за дело, вы посвящаете себя этому делу до конца. Большая честь удостоится такой похвалы. Это еще не все. Иисус сказал, «Я знаю труд твой и терпение твое». Прекрасное слово «терпение», греческое слово «хупомене», можно очень часто встретить на страницах Нового Завета. Иисус неспроста описал церковь Ефеса именно так. «Хупомене» означает «оставаться» или «пребывать». «Остаться на том же месте», другими словами, «я не сдвинусь», «не поколеблюсь», «я буду удерживать позиции», «никому не отдам». «Вознамериться сохранить захваченную территорию». Это очень важный оттенок значения, потому что церковь Ефеса охватила огромную территорию благовестием. Слово «хупомене», «терпение», говорит о том, что ефесяне успешно закрепились, образно говоря, на своей духовной территории, позиции, и были полны решимости сохранить взятые рубежи. В военном лексиконе слово «терпение» или «хупомене» описывало солдат, которые получили приказ удержать позиции, даже если придется вести самые ожесточенные бои, а также демонстрировать непримиримую решимость, несмотря на оказываемое давление, а еще выносливость, стойкость, способность выдерживать трудности. Вот формулировка, которая мне нравится. «Решение не сдаваться, идти вопреки препятствиям, отвергая любую возможность, все бросить и выйти из игры». Это слово описывает человека, который находится под тяжким бременем, но отказывается сдаться, сломаться, сдаваться, потому что убежден, что ему по праву принадлежит защищаемая им территория. Это его, это его обетование, какой-то принцип. Терпение, значит, выдержка и выносливость. Ефесская церковь находилась на линии огня. Образно говоря, она терпела гонения от властей, постоянные притязания желающих опробовать свое новое учение на эфесянах. Церковь непрестанно подвергалась такого рода атакам. Наверняка у верующих были все причины сдаться. Они трудились, не поглодая рук. Об этом нам говорит слово «труд», греческое слово «копос». Самый изнурительный и тяжелый труд. Но невзирая на все тяготы, ефесяне говорили «мы не сдадимся». Ничто нас не сломит. На нас лежит тяжкое бремя, но мы не уйдем. Христос призвал нас сюда и дал поручение. Мы его воины. И мы не оставим своего призвания и не отступим от веренных нам задач. Они были истинными хранителями Асии. Они отвечали за чистоту учения в своей церкви и во всем регионе. И они не сдались бы ни при каких обстоятельствах. Иисус подтверждает это словами «Я знаю дела твои». Однако в оригинальном тексте использован особый порядок слов, который подчеркивает факт, что эти дела были свойственны исключительно ефесянам. Иисус говорит «Я знаю труд твой». И снова акцент на том, что речь идет об уникальном труде ефесской церкви, о делах, которыми не могли похвалиться другие церкви. Иисус продолжает «Я знаю терпение твое». Порядок слов в этой фразе подчеркивает уникальность, которая была присуща ефесянам. «Вы не похожи на других. Я знаю, как вы трудитесь. Вы не ждете помощи со стороны. Вы терпеливы, упорны. Ваше служение отличается от других служений». И далее Иисус продолжает «Я знаю и то, что ты не можешь сносить развратно». Слово «сносить» по-гречески «бастадзо» означает нести ответственность за что-либо. Слово «развратный» по-гречески «какос» означает «злой», «мерзкий», «грязный», «губительный». А также неприемлемые мысли или поступки, действия, которые причиняют вред, боль, наносят рану, злонамеренные действия, поступки или убеждения, которые приводят к пагубным последствиям в жизни человека или окружающих людей. Кто-то в Ефесской церкви пытался сделать что-то пагубное, злое, грязное, подлое, это ужасно. Но Иисус похвалил церковь за то, что церковь отказалась поддержать нечто подобное. Вы не взяли на себя ответственность за тех, кто творит непотребное, или, согласно одному из значений слова «какос», за людей со злыми намерениями. О ком говорит Иисус? Ответ мы находим в том же стихе. «Ты испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Глагол «называть себя» можно перевести «заявлять», «претендовать», «приписывать себе заслуги», «провозглашать себя апостолами». «А они не таковы, и ты нашел, что они лжецы». Слово «находить», греческое слово «юриско» означает «находить что-либо» или «делать открытие». Послушайте, что оно еще значит. Это открытие, сделанное в результате внимательного наблюдения. Момент, в котором происходит удивительное, решающее открытие. Это слово обычно указывает на открытие, сделанное в результате тщательного исследования, научного исследования или изучения. Исторические документы, и этот стих подтверждают, что такое действительно было. Когда кто-нибудь приезжал в Ефес, чтобы рассказать всем о своем откровении, руководители Ефесской церкви, понимая, что должны испытать пришельца, истинно ли его откровение или ложно, они не встречали гостя с распростертыми объятиями и не говорили ему, «Добро пожаловать! Мы рады приезду! Будем тебя поддерживать во всем! Отправляйся в путь, послужи всей Асии!» О, нет! Иисус сказал «ты испытал!» Греческое слово «перадза» — удивительный греческий глагол, означает «пристально изучить». Это слово использовалось для описания процесса тщательного осмотра монет на предмет подлинности. То есть гости встречали такими словами. «Мы рады твоему приезду! Давай познакомимся поближе!» Служители церкви подробно расспрашивали, проверяли учения, делали все, чтобы определить подлинное это учение или этот человек самозванец. Они делали все для того, чтобы проверить нового человека и новое учение. Проблема заключалась в том, что люди часто называли себя апостолами, потому что этот титул наделял большой властью над людьми и землями. Самозванцы с неблагочестивыми намерениями стремились захватить в свои руки контроль и получить возможность манипулировать людьми. Поэтому нередкими были случаи, когда в город прибывали так называемые апостолы. Но Библия говорит, что их, как правило, выводили на чистую воду. В Ефесской церкви находили, что они лжецы. Еще раз напомню. Находить по-гречески «юриско» означало раскрыть нечто очень важное. Провести тщательное расследование и раскрыть. Вот, обман вскрылся, Эврика, все понятно, мы добрались до сути. Речи этого лжеца могут показаться правильными, и он ведет себя духовно, но мы копнули глубоко и докопались до истины. Это обманщик и самозванец. Библия называет таких людей лжецами. По-гречески «псевдос», другими словами обнаруживалось, что они лжеапостолы, обманщики, лжецы. Это очень удачный вариант перевода, несмотря на все это. В 4 стихе 2 главы книги Откровений Иисус говорит, «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Я зачитаю свои книги. Если у вас еще нет этой замечательной книги, скачайте бесплатно ознакомительную версию. Позвольте прочитать небольшой отрывок. «Союз НО» — это перевод греческого слова «Алла», что означает «тем не менее». Однако, несмотря на все добрые слова, которые я произнес в ваш адрес, есть кое-что, о чем мне также следует вам сказать. Иисус говорит, «И тем не менее я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Что это значит? Ты оставил первую любовь твою. Каким образом церковь, настолько влиятельная, и достигшая огромного успеха во многих сферах, могла оставить свою первую любовь? Синтаксическая структура в прочитанном нами греческом тексте отличается от того перевода, который есть. В оригинале это предложение звучит так, «Потому что любовь, твою самую первую любовь, ты оставил». Выражение «самая первая любовь» можно перевести «ранняя любовь». Иисус напоминает Ефесянам, какими они были, когда только покаялись и пришли к Нему в самом начале. Я написал следующее. Иисус употребил это выражение, чтобы напомнить Ефесянам уважение, благоговение, восхищение, удивление и благодарение, которые много лет назад пробудились в их сердцах, когда они признали Иисуса своим Спасителем. Как у молодых влюбленных, их сердца были полны любви к Иисусу. Они безгранично принадлежали Ему. Не было предела их послушанию Господу. Они могли пожертвовать всем, оставить все и следовать за Ним. Но к тому времени, когда Иоанн встретился с Иисусом на острове Патмос, прошло уже более 30 лет. И тогда Христос сделал Ефесянам строгое предупреждение. Вы оставили свою самую первую любовь, ту, что была в начале. Фраза «оставить» по-гречески «офиеме» означает добровольно отпустить то, что когда-то было очень дорого. Пренебречь. Проигнорировать. Оставить что-либо или кого-либо. Что же произошло? Ефесская церковь увлеклась развитием своего служебного аппарата. Многие из нас могут совершить ту же ошибку. Ефесяне утратили благоговение. Те чувства, которые они испытывали, когда пришли к Иисусу. В их сердцах царили уважение и трепет. Когда-то. Они были готовы пожертвовать всем для Господа. Их посвящение по-прежнему было достойно похвалы. Иисус говорит, «Я вами восхищаюсь. Мне известно все, что вы делаете. Ваш нелегкий труд. Знаю, сколько вам приходится терпеливо переносить. Вы замечательные люди. Знаю, как сильно вы хотите сохранить чистоту учения. Вы испытываете тех, кто называет себя апостолами, а не не таковы». Впрочем, перечислив заслуги, Иисус говорит в 4 стихе, «Алла, однако же, я имею кое-что против. Вы увлеклись своими делами, служением. Вы стали настолько заняты, что утратили, по-гречески «офиеме». Сами оставили. Вы оставили то чудесное состояние, которое, как песок сквозь пальцы, ускользнуло от вас. Вы, позабыв про главное, с головой погрузились в служение. Иисус им повелевает вспомнить, какими они были когда-то, и покаяться. Иисус хочет, чтобы мы сохранили в Своем сердце восхищение, благоговение, и всегда помнили, как чудесно знать Господа, как чудесно служить Ему. А если мы теряем это трепетное отношение, Иисус против этого, и Он упрекает нас за это. Так сказано в 4 стихе 2 главы книги Откровения. А как вернуть эти чувства? Благоговение и трепет. Мы поговорим об этом в следующий раз. Я скоро вернусь и помолюсь за вас. Библейские события оживают на страницах книги Рика Реннера «Свет во тьме». Откройте для себя мир Нового Завета и отправьтесь вместе с автором в древние города, где были основаны первые церкви. Оцените важность послания Иисуса Христа этим церквям, а также их актуальность для современной церкви. Скачайте бесплатно ознакомительную версию. Мы также предлагаем вам скачать бесплатно аудиопрограммы «Послание Иисуса Ефесской Церкви». Прослушивая эту серию учений, состоящую из 10 частей, вы углубитесь в послания, с которыми Иисус обратился к церкви в Ефесе. Церкви, которая казалась успешной и процветающей, но в действительности оставила свою первую любовь ко Христу. Скачайте эти программы в формате MP3. Узнайте о том, как не оставить свою первую любовь к Иисусу. Ознакомительная версия книги «Свет во тьме» и аудиосерия послания Иисуса Ефесской Церкви скачайте их бесплатно на нашем сайте ignc.org. Здравствуйте, меня зовут Джо Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает нам распространять Божье Слово. Сегодня церковь и общество все дальше отходят от библейского учения и все больше полагаются на мотивационные источники. Многие люди читают книги по саморазвитию, обходя стороной Библии, или же относятся к ней как к очередному справочному пособию. Однако мы должны строить свою жизнь на том, что говорит Библия. И мы стремимся к тому, чтобы каждый человек строил свою жизнь на Слове Божьем. На протяжении десятилетий поддержка наших партнеров помогла нам открыть много новых церквей. В нашей церкви мы делимся достоверным учением на основании Библии, как единственного источника истины. Мы должны всегда помнить об этом, если мы хотим пройти свой жизненный путь во свете. Мы развиваем интернет-церковь, чтобы наши служения могли смотреть люди в разных городах мира, распространяя Божье Слово по всему лицу Земли. Мы приглашаем вас стать нашим партнером и помочь нам нести библейское пробуждение все большему числу людей в вашей стране и по всему миру. Мы здесь, чтобы исполнить наши видения, донести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев Земли. И ваша поддержка очень важна для нас. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org. В книге Откровения 2.4 Иисус сказал, «Замечательная церковь в Ефесе, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Слово «имею» — очень важное слово, греческое слово «эхо», которое переводится «я имею», у меня есть что-то, что-то личное. Иисус собирался поведать ефесянам о своем личном переживании. Он сказал, «Я хочу выразить свои личные чувства». А что это за чувства? Он продолжает, «Я имею против тебя», против «ката». Это удар, нанесенный сверху вниз. Другими словами, несмотря на добрые слова в ваш адрес, есть что-то очень личное против вас. А что именно? «Ты оставил первую любовь твою». В греческом тексте буквально сказано, «Потому что твоя самая первая любовь, ранние романтические чувства ко мне, тот священный трепет, все, чем ты был пленен, то, чем ты был увлечен, ты так любил меня, все это спустя много лет ты оставил из-за своего плотного рабочего графика». Слово «оставить» по-гречески «офиеми» означает отпустить что-то ненамеренно. Ефесян захватило пучино дел, из-за которой их благоговейное восхищение Иисусом стало угасать. Церковь начала превращаться в большую машину служения, и Господь сказал, «Я знаю, что вы делаете много всего хорошего, но у меня есть серьезное обвинение. Если мы утратили благоговейное состояние, мы должны вернуться в него». Хочу напомнить, что я предлагаю вам свою аудиосерию «Послание Иисуса Ефесской Церкви», а также ознакомительную версию книги «Свет во тьме». Скачайте бесплатно. Отец, во имя Иисуса, я молюсь о том, чтобы ты захватил наши сердца. Помоги нам вернуть раннюю любовь, которая была в нас, когда мы пришли к Иисусу. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что провели время со мной. Помните, Екклесиаста 8.4, где слово «Царя», там «Власть». Пусть Слово Божье действует в вашей жизни сегодня. Увидимся в следующей программе. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Пастор Рик с нетерпением ждет встречи с вами на следующей неделе. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова